Стать спонсорами гонок на снегоходах пожелали 16 компаний-недропользователей среди крупнейших «Востокнау», «Лукоилком» и «Башнефть». Гонки на снегоходах пройдут в Наринмаре уже завтра, 26 марта. Они станут юбилейными, 20-ми по счету. Традиционным местом проведения соревнований стала Качгартинская курья. Оргкомитет уже завершил прием заявок на участие в соревнованиях. Они соберут 57 гонщиков из Наринмара и отдаленных поселений региона, в их числе 5 женщин. Об истории этого яркого, зрелищного и в то же время опасного спорта расскажет Дмитрий Марков. Ненецкий округ еще в 70-е годы стал первым полигоном в Советском Союзе для испытаний снегоход «Буран». При численности населения в 48 тысяч человек за это время в округе было продано более 14 тысяч «Буранов». Интерес к снегоходной технике очевиден. Впервые соревнования гонщиков на «Буранах» включили в программу праздника «Северное сияние». Но участников было немного. Трасса короткая, а самое главное – финансовое обеспечение соревнований, не позволяло сделать их интересными и зрелищными. Так что точка отсчета традиционных окружных гонок на «Буранах» можно считать 12 апреля 1997 года. Первые гонки у нас проходили вокруг города Наринмара. Потом они проводились на Качгартинской курье, только в районе у нас моста. Приезжали команды из Уфы, из Рыбинска. Команда была русской механики рыбинских моторов. Рыбинские моторы тогда назывались. Проводилась у нас в карьере, так называемом, еще не застроенном. Проводилась в Кармановской курье. За время проведения соревнований места проведения годок менялись неоднократно. Опираясь на опыт, лучшим местом выбрана Качгартинская курья. Вместе с местом проведения осовершенствовали и программу. Так, в 2000 году в программе появился заезд ветеранов. В 2003 году были включены заезды на одногученичной технике отечественного производства. Гонки на снегоходах. Спорт довольно травмоопасный. Поэтому обязательным условием участия в соревнованиях для спортсменов является наличие страховки, свидетельство на управление снегоходов и медицинская справка. Не исключение и нынешний год. Обратилось, точнее, в спортмедицину у нас 54 человека. Один участник не был допущен, то есть получили допуск 53. Вот не знаю, это было у нас на вчерашний день. Ну и к нам обратились по группам, сразу скажу. Это в классе снегоходов «Буран» мужчины с 18 до 55 лет, это 33 человека. Основная группа, я понимаю. Ветераны у нас 8 человек. Это радует, что их становится больше, потому что по прошлому году было 6 зарегистрировано участников. Женщин пока 4 участницы. Это в общем, да, тоже заезды? Ну вот как-то, среди женщин. Среди женщин, да, 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 да. И класс снегоходов свободный у нас 7 человек. Участникам соревнований предстоит бороться за победу в 4 категориях. Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, женщины, ветераны, представители сильного пола старше 55 лет и мужчины в свободном классе снегоходов. В 10.00 стартуют отборочные заезды среди мужчин в классе «Буран». В 11.05 открытие соревнований по строению участников и приветствия. В 11.30 на трассу выйдут женщины «Буран». В 11.50 стартуют отборочные заезды среди мужчин в классе «Свободный». В 12.10 состоится заезд среди ветеранов. С 12.30 до 14.30 пройдут финальные заезды среди мужчин в классе «Буран» и «Свободный». В 15.00 награждение участников соревнований. В этом году для удобства и безопасности гостей мероприятия в районе, где будет размещена торговая площадка, установят большой светодиодный экран. На нем будут транслировать старт и финиш заездов. Светодиодный экран повысит уровень безопасности, при этом сохранив все краски и дух заездов для гостей праздника. Кроме того, для гостей праздника подготовлены детские игровые площадки. Будет организовано катание на лошадях и оленьих упряжках. Открыт каток и организованы выступления творческих коллективов. В режиме реального времени трансляция соревнований будет идти на телеканале «Север» и в эфире радио Наринмар-ФМ. Дмитрий Марков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».